я приветствую вас дорогие друзья дорогие подписчики сегодня я хочу говорить на продолжение темы преступная слепота и сегодня я хочу говорить о развлечении развлечении духов если хотите развлечении ситуации в духовном мире и хочу сегодня предложить несколько примеров о том как это происходило как учились развлечению христовы ученики в книге деяний и хочу также рассказать свое понимание о том как добиться того чтобы ты различал духовный мир различал происходящее что является залогом такого развлечения эта тема она навеяна необходимостью избегать ошибок избегать заблуждений которых хватало в ранние времена церкви и хватает их в нынешние времена также это послужит тем людям которые однажды ошиблись что-то не различив в духовной жизни что-то не различив в религиозной деятельности которая происходит сейчас на планете вашей стране вашем городе я верю что это послужит многим и так в учении которое я называл преступная слепота я говорил о том что именно преступной слепотой является позиция человека который не хочет в духе божьем не хочет в водительстве божьем разобраться что его окружает кто перед ним стоит с кем он имеет дело и мы говорили о том что к обязанность каждого христианина каждого верующего человека вникать в эти вещи сегодняшнее учение я хочу начать с того что процитирую слова апостола павла из книги деяний 28 главы 26 27 стих в данном месте апостол павел цитирует пророков и говорит пойди к народу этому и скажи слухом услышите и не уразумеете и очами смотреть будете и не увидите вот здесь говорится о неспособности людей различать то есть он горит что вопрос не физической слепоте вопрос не физической глухоте он горит и смотреть будете и слушать будете но ничего не увидите и дальше он сообщает причину по которой это происходит двадцать седьмой стих говорит ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат и очи свои сомкнули да не узрят очами и не услышат ушами и не уразумеют сердцем и не обратятся чтобы я исцелил их и в этом стихе вы можете видеть причину отсутствие способности различать огрубевшее сердце это первая причина и вторая причина то что эти люди не обращаются к богу за исцелением и сегодня я хочу сказать что духовное развлечение если она отсутствует это такая же болезнь как физическая требующая исцеления речь идет об исцелении нашей внутренности я сегодня не буду вдаваться в духовную анатомию устройство человека но говорю о том что эта грубость сердца не позволяющая различать духовный мир духовные вещи процессы происходящие вокруг с духовной божией точки зрения это болезнь вот она здесь называется конкретно болезнью требующие исцеления преступная слепота заключается в том что человек не обращается к богу за исцелением полагая что он видит и так огрубение сердца она заключается в том что человек думает что он видит и думает что он слышит в то время как бог смотрит на него и говорит но почему ты ничего не видишь но ладно ты еще не видел почему же ты не обратишься за исцелением. Итак, причина отсутствия духовного развлечения – это то, что человек не обращается к Богу и не знает правды, а руководствуется тем, что видят его глаза и слышат его уши. В подтверждение этому могу сказать, что об Иисусе Христе в книге Иоанна 2 главе 25 стихе сказаны такие вещи, что Иисус не имел нужды, чтобы кто-то свидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Что это означает? Что Иисус не нуждался в том, чтобы кто-то, какой-то человек знакомил его с кем-то и говорил, вот знаешь, это хороший человек или это плохой человек, ты знаешь, что он в неправильном духе или в правильном духе, ой, если бы ты знал его мысли, а если бы ты знал его душу. То есть написано, что Иисус в этом не нуждался, ибо сам написано Иисус имел потрясающую способность, духовную способность, которая сегодня и нам доступна различать дух, в котором стоит человек, различать духовный мир. Причина такой способности Иисуса Христа, она указана в книге пророка Исаия. 11 глава 3 стих говорится, Развлечение – это способность человека отказаться делать вывод на основании чего-то увиденного или услышанного. Единственная причина такой способности – это исполнение Божьим страхом. Я сейчас не говорю за ужас какой-то, или страх иметь дело с Богом, или отсутствие любви Божьей. Здесь немножко оговорюсь и скажу, что Божий страх – это глубочайшее почитание и осознание величия Божьего. Это никакого не имеет отношения к страху наказания, к страху неспасения, к страху отправиться в ад. Все, что предлагает закон по поводу страха, это все не имеет отношения к Божьему страху, который есть Богопочитание, глубокое уважение. И вот это глубокое почитание, глубокое уважение к Богу, осознание Его величия и того, что Он знает и видит все, оно побуждает человека, который знает, что такое страх Господень. Как апостол Павел говорит, зная страх Господень, вразумляем всех людей. Человек, который знает страх Господень и величие Божье, его всеведение, он с готовностью отказывается даже от того, что видят его собственные глаза, для того, чтобы получить Божье водительство, Божье развлечение, Божий совет. В качестве примера, как это происходило у Иисуса Христа, приведу вам такую историю. Однажды Иисус, Он беседовал с фарисеем, прямо был у Него дома. И какая-то женщина, которая в городе знали, что она грешница, она прикасалась к Иисусу, к Его ногам. Да, и фарисей в это время лежал и думал. Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Ибо женщина – это грешница. То есть, он начал рассуждать о даре его развлечения. Представьте, о его способности различать. И там написано, что Иисус, увидев его мысли, смотрите, развлечения, да, задает ему вопрос о развлечении и говорит, видишь ли ты эту женщину? Что за вопрос, Иисус? Конечно же, Он видит эту женщину, именно поэтому Он тебе и говорит. Поэтому Он и думает о тебе, что грязная женщина к тебе прикасается. Но это ли хотел спросить Иисус? Естественно, эту женщину видели все, кто там был в этой комнате. Но Иисус говорит о развлечении. Таким образом, Он хотел у Него спросить, видишь ли ты сердце этой женщины? Ты видишь что-то, кроме ее грехов, ты видишь сердце этой женщины и говорит. Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами омыла мне ноги и волосами головы своей терла. Ты целования мне не дал. Она не перестает целовать мне ноги. Ты головы мне маслом не помазал. Она миром помазала мне ноги. И таким образом, если бы Иисус продолжил эту речь, Он бы сказал, что ты слеп. Ты не видишь ее. Твое сердце огрубело. Вот то, о чем мы сегодня читаем. Я же сужу не по взгляду очей. Конечно, я понимаю, кто она. Но я вижу ее сердце. Благодаря страху Божьему я способен видеть дальше, чем ее грехи. Я способен видеть ее внутренность, ее душу, ее мысли. Таким образом, Иисус в этой истории демонстрирует вот этот принцип. Будучи наполнен страхом Божьим. Смотрите, дорогие друзья, если бы Он судил по взгляду очей, перед Ним сидит служитель Бога, фарисей. Он бы мог оказывать ему уважение, но вместо этого Он обличает, потому что видит его внутренность. С другой стороны, сидит блудница у Его ног. И Иисус видит. Если бы Он судил по взгляду своих очей и по слуху ушей, что говорят об этой женщине, то Его реакция была бы другой. Но Он различает ее сердце. И таким образом, как бы даже меняет их местами. Этому вместо почести достается обличение, блуднице достается благодать. Благодаря тому, что будучи исполнен страха Господнего, Он не судит по взгляду очей и не судит по тому, что слышат его уши. Давайте двинемся дальше. Я хочу сегодня показать, как развлечению учились ученики. Знаете, я сегодня сталкивался с многими людьми, которые попали в сети каких-то религиозных ловцов. И потом они оттуда уходят из этих сетей, вырываются. И они попадают под критику старших братьев каких-то, родственников, под каких-то вообще религиозного мира, которые говорят, ну как ты не рассмотрел? Как же ж вы не рассмотрели? Вы Бога не знаете. Вы такие недуховные люди. Раз вы не рассмотрели в этих религиозных ловцах волков в овечьей шкуре. И на сегодняшний день такие люди, ну знаете, как обманутые, они даже звонят иногда мне и говорят, что делать? Я теперь уже не знаю вообще, кому верить, что проповедовать и как оправдываться за то, что я куда-то там попал. Дорогие друзья, я сегодня хочу ободрить каждого, кто находится в таком давлении, кто находится в самоосуждении за то, что ты чего-то когда-то не разглядел. В этом нет ничего страшного. Я вам сейчас покажу два примера из книги Деяний, каким образом учились различать ученики Господни, которые находились в эпицентре пробуждения, в самом могущественном излиянии Святого Духа первом за все времена. И этот пример я хочу привести из книги Деяний, Деяний апостолов, 9 глава. Практически вся 9 глава книги Деяний рассказывает об обращении ко Христу такого человека, как Саввул. Саввул был фарисеем, он был агрессивен, он был религиозным фанатом, он не верил в Иисуса Христа, считал это ересью и вел себя агрессивно, воздвигая гонения на христиан. По дороге в один город, в Дамаск, Саввул чудесным образом обращается ко Христу, когда Иисус ему явился в большом видении, в свете, и вот Саввул меняет свою позицию. Саввул, Саввул, кто ты гонишь меня? Кто ты? Я Иисус, которого ты гонишь. Встань и иди в Дамаск, и сказано будет тебе, что тебе делать. И вот у Бога возникает задача, каким образом апостола Павла, новоиспеченного апостола, поместить в общение с учениками Христовыми, с апостолами. Богу прекрасно известна репутация этого агрессора. Богу прекрасно известно, как боятся его люди, после того, что он натворил. И мы видим, что эту задачу Бог решает посредством того, что он обращается к ученику Анании. Был такой ученик в Дамаске, Анания. У меня было видение. Видение? Во сне со мной говорил Бог. Бог? Он повелел мне найти Савву и исцелить его от слепоты. Бог повелел тебе найти Савву? Да. Бог? Бог. Это был Бог. И Бог обращается к нему и говорит, послушай, тебе надо встать сейчас, пойти в такой-то дом, где находится новоиспеченный апостол Павел. Бог сообщает Анании следующее сведение. Говорит, он сидит в таком-то доме, он сейчас молится и даже видит видение, как ты приходишь к нему, возлагаешь на него руки, он прозревает, потому что он ослеп от встречи с Богом. И дальше все хорошо. Ты не знаешь, где он. На улице, которую называют прямой, в доме Иуда Дамасского, молится Савву и ждет, чтобы я исцелил его слепоту. Четкая инструкция. Но в этот момент смотрите, как ведет себя Анания. Он говорит, господи, да это человек. И начинает Богу рассказывать про то, какой это человек. Как будто бы Бог не знает, что это за человек. Или Бог ошибается. Знаете, как Анания, если так говорить юморным языком, он сказал, господи, ты точно не ошибся. Потому что этот человек, мне кажется, ты сейчас говоришь со мной про кого-то другого. А вот этот человек, это гонитель, он агрессор, он убийца. Он, мы все его боимся. Куда ты меня отправляешь? То есть Анания, представьте, написано, что Бог ему явился, чтобы сообщить об этом человеке. Но видимые вещи, они все еще владычествуют над разумом Анании. И он спорит с Богом об этом. Ну, может быть, спорит это громкое слово, или резкое. Но он как возражает, недоумевает. Он говорит, как же так? Вы видите? Как вы думаете, если бы Бог не начал вот конкретно, по своей инициативе, говорить к Анании, Анания бы различил в этом человеке христианина? Если он даже при том, что Бог с ним говорит, он возражает ему. Дальше все происходит по Божьему сценарию, слава Иисусу Христу, что Анания нашел в себе силы послушаться. Несмотря на то, что видят его глаза, он отказался судить по слуху ушей, по взгляду очей, и, будучи богобоязненным человеком, пошел и сделал то, что сказал ему Бог. К слову скажу, что я считаю, что Анания не просто так, именно Анания, получил это задание от Бога. Если вы будете читать книгу Деяний дальше, однажды апостол Павел, рассказывая о своем обращении, упоминает Ананию и говорит, Анания – это богобоязненный, благочестивый по закону человек. Знаете, что такое благочестивый по закону? Он был благочестив в своем поведении полностью. Это не был человек, который благочестив только потому, что Бог его по благодати сделал благочестивым. Его поведение полностью соответствовало. Даже законному благочестию. А то он говорит апостол Павел об Анании, говорит такие вещи, одобряемый всеми иудеями в Дамаске. Знаете, что такое быть одобряемым всеми иудеями, которые были очень ревностны в исполнении закона? Это нужно было быть идеальным. Очевидно, что этот человек был очень благочестив и очень богобоязнен. Именно это позволило Богу с ним на тот момент поработать. Именно поручить ему такое серьезное задание. Если бы тебе сегодня... Давайте я просто пример приведу. Если бы тебе сегодня Бог явился в откровении и сказал, я посылаю тебя, например, к премьер-министру Северной Кореи, там, где сейчас гонение на христиан, и сказал бы, он уже видит откровение, что ты приехал, и ты ему проповедуешь, и он прозревает. Сколько бы тебе понадобилось времени, чтобы прийти в страх Божий, если так можно сказать, в послушание перед Богом, настолько сильно, чтобы страх перед гонителями христианства стал меньше, ну или как поблег по сравнению с страхом Божьим, по сравнению с трепетом перед Божьим повелением. Сколько бы понадобилось времени? Вот Анания, он был таким человеком, богобоязненным, и эта богобоязненность, здравое, нормальное, почитание Бога, оно помогло ему послушаться, не взыскать благодати, чтобы не пойти и быть прощенным, а именно пойти и исполнить то, что говорит Бог. Дальше мы читаем такую историю, что апостол Павел, вот Саввел, апостол Павел, он стал безбоязненно проповедовать Евангелие. Вот этот человек, которому страх Божий был привит к сердцу еще до обращения. Во время обращения он еще больше познал, что такое уважение к Богу. Он осознал многие вещи, поэтому он уже не боялся людей. Он стал проповедовать Евангелие. И Библия говорит о том, что апостол Павел был очень успешен в этих делах. Он проповедовал, люди обращались, доводил до бешенства бывших своих соратников, коллег, фарисеев. Естественно, возникали гонения. Он вынужден был покинуть Дамаск, пришел в Иерусалим. И вокруг все уже шла молва, что тот, кто раньше гнал христиан, теперь проповедует Евангелие в синагогах, по домам, и так далее, и так далее. Теперь я хочу обратить ваше внимание на один момент. Когда Павел пришел в Иерусалим, он очень хотел, прямо там написано дословно, что он хотел пристать к ученикам. Знаете, что такое? Он хотел войти в общение с апостолами, с учениками, с людьми, которые в Иерусалиме насаждали церковь. Но все боялись его. И мне хочется задать вопрос. Почему апостолы, почему ученики Христовы, они называются конкретно учениками Христовыми, почему они не различили, в каком духе действует Саввел, он же Павел? Почему они не различили, что он уже в Духе Святом проповедует Евангелие? Почему они не различили, что это обращенный человек? Почему они не приняли его в свое общение сразу? Там написано, что они боялись его принять. Я должен увидеть Петра. Я должен его убедить в своей искренности. Если он захочет, они тебя опасаются. Почему? Ответь сегодня тот же. Будучи под влиянием страхов, которые нагнал на них Саввел своими преследованиями, им даже в голову не пришло, что нужно помолиться и спросить у Бога, вообще, что с этим человеком? Они просто слышали слух ушей. Они видели, как раньше он влачил этих людей в тюрьму. И у них было о нем вот именно такое мнение. До тех пор, пока Варнава, был такой тоже апостол господень, Варнава, он взял за руку Павла, привел его к апостолам. Это наш самый жестокий гонитель, Саввел и Старса. Но он его хочет похоронить и дать родиться новому человеку по имени Павел. И все нормализовалось. Вы знаете, когда я говорю об этом, я сам рассуждаю и задаюсь вопросом. Апостолы, пережившие Пятидесятницу, несколько лет ходившие с Иисусом Христом лично, являясь учениками Христовыми, видя, как уже Саввел проповедует, слыша даже о нем эти вещи, они все равно не могли его принять без свидетельства человека по имени Варнава. Это совершенно отличается от того, как действовал Иисус. Находясь, будучи исполненным страха Господня, он не судил по очам, не судил по ушам, по слышанию, по видению. А как? Страх Господень, здравое, нормальное почитание. Знаете, что это означает? Это не иметь своего мнения, не иметь свое какое-то суждение, своей какой-то позиции. Написано, не по слуху ушей, не по взгляду очей, решать дела. Как добиться такого идеального восприятия, развлечения? Вы знаете, что если апостолы Христовы этому учились и не сразу все могли различать, это означает, дорогой друг, надежду для тебя и для меня, надежду на то, что нету безвыходных ситуаций, нету того, что однажды ты что-то неправильно различил и теперь все испортилось. Вы знаете, в конечном итоге Бог нашел человека, Ананию, который наиболее был, знаете, в состоянии Божьего страха, он такой еще был немного, может быть, законник. Я, знаете, в дополнение к этому даже хочу сказать, что иногда люди, которые прошли стадии закона, которые старались быть хорошими по закону, они иногда страха Божьего имеют больше, чем люди, которые сразу были обращены в благодати. иногда с такими людьми Бог может намного быстрее найти точку соприкосновения. Я сейчас не говорю за законников, которые избрали быть слепыми, таких, как последователи Гамалиила, за которых я говорил в прошлом учении преступная слепота, которые просто махнули рукой и сказали «Да оставьте вы этих людей, если не от Бога разрушиться». Не-не-нет, это избранная слепота и поэтому она преступная. о ней именно я говорил в начале сегодняшнего учения, когда я говорил, что Бог о них рассуждает и говорит «Они не обратятся ко мне». Эту ошибку допустили апостолы, они могли бы обратиться к Богу, они бы могли пообщаться со Святым Духом, как это сделала Нания. Они бы могли что-то получить от Бога по поводу Павла, принять его в свое общение. Вместо этого им понадобилось свидетельство человека, Варнавы, который ввел в служение апостола Павла. Итак, дорогие друзья, сегодня я хочу смело заявить о том, что способность различать духовный мир, она напрямую зависит от того, насколько ты дружишь с таким понятием, как страх Божий. Я еще раз процитирую слова апостола Павла, они содержатся в 2 Коринфянам 5, 11, в Писании, где он говорит, «И так, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты». Апостол Павел говорит о страхе Божьем, как о полной открытости Богу. И как мы видим здесь, что апостолы, которые знали и о совершенной любви, учили о ней, они также учили о страхе Господнем. Естественно, что любовь к Богу, она не исключает уважения к Богу, не исключает послушания Богу, не исключает благоговения перед Богом. Еще раз повторю, как и говорил уже, что страх Господень не в Новом Завете не имеет никакого отношения к страху ада, к страху непрощения Богом, каких-то грехов или еще чего-то, к страху сделать что-то не то. Нет. Страх Господень это глубокое почитание, желание повиноваться, осознание Божьего величия. Вот что такое страх Господень. Поэтому страх Господень это ключ к развлечению. Именно страх Господень побуждает тебя отказаться от суждений по слуху ушей, по взгляду очей. Он превышает твой личный интерес, он избавляет тебя от личного мотива. Единственным желанием становится угодить Богу. Итак, страх Господень это открытость для влияния Бога. Как написано, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты. То есть, твоя открытость для того, чтобы Бог мог тебе проговорить, для совета Господнего, точно как мы видим в случае с Ананией, когда он был открыт для влияния для Слова Божьего. Поэтому я тебя сегодня призываю, дорогой друг, если ты когда-то обжегся, если ты что-то неправильно различил, если Божьего страха и Бога почитания в тебе не хватило для того, чтобы это пересилило твое собственное мнение, твои собственные наблюдения, у меня сегодня для тебя хорошая новость. Хорошая новость заключается в том, что апостолы Христовы, ученики Христовы, они делали точно такие же ошибки и научились различать, благодаря чему мы имеем их пример и хорошие, и не очень хорошие, и мы ничем не больше их, и поэтому сегодня мы можем смело, забывая заднее, двигаться вперед, зная страх Господень, будучи открытым перед Богом, вразумлять людей. Да благословит тебя Господь. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова